Малосольные огурцы. Друзья, что может быть вкуснее летом? И вот самый главный секрет моей бабушки. Она всегда клала сверху можжевельник. Именно вот такой можжевельник с цветочками. Смотрите, дальше лист дуба, хрен. И вот он, самый настоящий малосольный огурец. Смотрите, с укропчиком, с чесночком, с луком. Какая прелесть! Два дня они простояли, выделили сок. И вот сейчас, друзья, я вас с вами буду пробовать. Вот такая вот, смотрите, вкуснятина. Настоящие селигерские малосольные огурцы по рецепту моей бабушки, которые бывают малосольными не один-два дня, а неделю и две. Давайте пробовать. Класс! Класс! Как в детстве! Вот такой же вкус, как у бабушки! Я помню это чувство. Я помню, как приезжал к бабушке, и на столе всегда были малосольные огурцы. Вот он, настоящий рецепт моей бабушки, с которым я сейчас с вами и поделюсь. Самые лучшие малосольные огурцы, которые я когда-нибудь ел. Но продолжаю кушать и сейчас, сделанные по рецепту моей бабушки. Вот, друзья, сейчас все уложим и обязательно каждый раз сливаем воду. Эти огурцы, они не стоят в рассоле, они должны быть сухие, иначе это будут бочковые огурцы и бочковой засол. Они будут темные, а эти вот как настоящие, свежие, обязательно сливаем в воду. Там хватит сырости и от можжевельника, и от смородины, и от листа дуба, и от листа вишни. Там всего этого хватит, и это не испортится. Вот мой маленький мини-парничок. Смотрите, друзья, в нем я сажаю кураж и герман. Ну, некоторые, конечно, проворонил. Семена я из гибридов не делаю. И вот сейчас вот такой вот тазик мы с вами переработаем. Самые первые огурцы вот здесь вот. А вот в этом парничке у меня пчелоопыляемые бочковой засолочный. Эти у меня идут на засолку в трехлитровые банки. Очень хороший сорт, великолепные, огурцы крепкие. Вот что нам понадобится. Лист дуба, лист укропа, лист хрена, огурцы, конечно, лист укропа и зонтики укропа. Берем вот огурец без всяких проблем и чистим кожуру. Друзья, я помню, как в детстве мама говорила, Собирайся, завтра едешь к бабушке. Бабушки, а там будут малосольные огурцы? Спрашивал я. Конечно, будут. Бабушка сказала, уже сделала тебе большой тазик. Большой? Большой, большой, собирайся. И вот я подъезжал на поезде к Осташкову и уже видел, как на перроне стоит лошадь. И в ней сидит бабушка и дедушка. Они встречали меня у поезда. Я уже ездил один. И когда я выходил и подходил к лошади, к телеге, я не видел рюкзачка. Я насупился и говорил бабушке, Домой поеду. Не хочу в деревню. Ну вот, что выдумал. А ну, садись в телегу. Не поеду. Бабушка смотрела на дедушку и говорила, Ну, доставай. Дед из-под себя, из-под сена доставал же гузачочек. Потом вытаскивал котомку, в которой были пироги. Как вы думаете, с чем? Пироги с ягодой. С ягодой. И еще малосольные огурцы. Вот, друзья. Вот она была. Самая моя радость. Я запрыгивал на тережку, доставал малосольные огурцы, и откусывал пирог, и не было счастья. Больше, чем это. Вот она. Поездка к бабушке в деревню. Я до сих пор помню вкус этих огурцов. Они такие ароматные, пропитанные прям вот смородиной, укропом, хреном. Самые настоящие деревенские малосольные огурцы. Все, друзья. Начинаем делать. Вот. Я уже тут нарезал, приготовил. Это мы сюда отложим. Вот еще там у меня в тазике осталось. Сейчас, друзья, начнем укладывать. Сначала кладем зелень, лист дуба. Самое главное. Они будут крепкие. Дальше, друзья, кладем укроп. Вот, вот сюда вниз спокойно кладем. Хрен. Как же без хрена огурцы. Вы что, друзья? Вот сюда вниз укладываем лист вишни. Все как обычно. Вот, друзья, кладем, укладываем лист смородины. Смородину надо собирать в лесу. Только лесная смородина самая ароматная. Я имею в виду черная смородина. Вы попробуйте сравнить лист черной смородины, который растет у вас дома, и с лесной. Две разные вещи. Это как клубника, которая у дома, и клубника, которая в лесу. Вот так вот, друзья, надо укладывать. Вот мы сейчас положим. И спокойно начнем укладывать первый слой. У меня отвалдение. Аж руки трясутся, друзья. Вы посмотрите. Вот чесночок туда. Там запаха чеснока, как такового, и не будет. Он будет маринованный. Но вкус у огурца совсем другой. Вот. Берем немножко соли, немножко чеснока туда, вовнутрь. Растираем и кладем. Вот так вот, друзья. Вот так вот сидела бабушка дома, за столом у русской печки и делала малосольные огурцы. Только вот эта кастрюлька была в пять раз больше. Вот так вот, друзья. И огурцов она сажала очень много, потому что семья большая. И все любили бабушкины огурцы. И все знали, что только на Селигерском хуторке самые лучшие малосольные огурцы. Вот. Никогда не было переросших. Все шло в ход. Ведь смотрите, эти огурцы-то тоже немаленькие. Их на засолку-то уже особо-то и не пустишь. Но зато малосольные они. Очень вкусные. Очень вкусные. Вот. Уже первый рядок пошел. Уже, друзья, дело идет. Мы потихонечку с вами уже уложили первый ряд наших любимых селигерских малосольных огурцов. Вот, друзья. Вот так вот. Потихонечку. Огурчик за огурчиком. Времени это занимает немного. Но зато как вкусно. Картошечка с малосольным огурцом. Это такая лепота. Вот он. Первый ряд. Берем хрен и сверху укладываем. Все очень просто, друзья. Все очень просто. Нужно как можно больше специй. Тогда огурцы будут ароматные. Вот. Вот сейчас они дадут небольшой сок, который потом обязательно надо слить. И мы с вами вот положим сейчас лист дуба. Обязательно лист дуба. И остальные специи. И все. Надо класть в конце можжевельничек. И будет все готово. Наши самые лучшие малосольные огурцы, которые, как в детстве, вот именно такой вкус, именно такие селигерские малосольные огурцы были у бабушки. Ну, конечно, тогда вот сорта вот этого, то есть не сорта, а гибрид Кураж и Герман не было. Бабушка сажала Звягинские и потом еще другие. Тогда были совсем другие огурцы, но они были тоже вкусные и еще даже вкуснее. Потому что, как говорят друзья все, кто занимается огурцами, только сортовые огурцы, пчелоопыляемые, они вкусные. гибриды, они, конечно, быстрее растут, скороспелые, но вкуса такого нет, они более мягкие, как вата, друзья. Поэтому в засолку всегда идут сортовые огурцы. Вот, потихонечку, огурчик за огурчиком, и я уже практически закончил это дело. Осталось только два огурчика, два небольших огурчика, и все это дело, друзья, накроется хреном, укропом, всеми вещами и можжевельником и отправится в холодильник дня на два. Можно, конечно, друзья и раньше покушать. они, конечно, будут хорошими огурцами, но немножко не просоленные. Но даже спустя два-три дня эти огурцы несоленые, очень такие малосольные, там соль это практически нет, вы видите, тем более, что мы с вами сливаем воду, поэтому, друзья, там соли нет, и они остаются крепкими две недели. Вот, друзья, я сейчас вам покажу, достану из кадочки именно такие огурцы, которые у меня лежали две недели вот здесь, я их переложил, и мы с вами, друзья, сейчас посмотрим, какие огурцы двухнедельные, вы прикиньте, две недели, а они такие же хрустящие. укладываем, укладываем сверху хрен, укладываем смородину, лист вишни, лист дуба, все это осторожненько укладываем, и сейчас, друзья, отправим все это дело в холодильничек, и там в холодильничке все это будет стоять, все будет пропитываться ароматом, ароматом вот этой травы, этого укропа, хрена, этих листьев. Вот, вот, друзья, смотрите, вот эти огурцы простояли две недели, вот я освободил мисочку и переложил их сюда, вы поглядите, у них и цвет не поменялся, вот смотрите, какие крепкие, а вот этот, вот видите, другого цвета, он был в рассоле, и он стал как бочковой, друзья, вот разницу видите в цвете, ну что ж, давайте попробуем, давайте попробуем, обалденно, друзья, обалденно, и не скажешь, что они две недели лежат, вот так вот, вот он, настоящий рецепт малосольных огурцов от моей бабушки, пользуйтесь, вот так вот, вот так вот и